Все легко и просто. Просто подходим и вот так вот кладем. Вот он сейчас. Вот. Принял. На счету химкинского школьника Матвея Березина около тысячи алюминиевых банок и пластиковых бутылок, которые он собирал вокруг дома, школы и относил в роботизированные эко-пункты, фандоматы. Сбор вторсырья для Матвея – это не только спортивный интерес, но и забота об экологии. Если кто-то там бросил пластиковую алюминиевую тару, тогда это загрязняет природу, нарушается экология. А так, если ты можешь ждать, получить приятный приз и помочь природе. Она погибнет из-за того, что мы просто так бросаем все, что попало. Матвей Березин – один из тысяч школьников, которые приняли участие в экологической акции, сдал отходы, получил подарки. 13 самых активных детей со всего Подмосковья пригласили в дом правительства Московской области и наградили. В течение четырех месяцев учащиеся собрали тонны мусора через эко-пункты. За каждую бутылку или банку начисляли баллы, которые юные экологи регистрировали в личных кабинетах. Ценные подарки получили школьники из Королева, Домодедова, Балаши, Хим и Тищ, Подольска. Из Химок двое победителей. В числе лучших из лучших также Яромир Данилов – пятиклассник из 29-й школы. Он собрал более двух тысяч банок и бутылок. Я с дедушкой собирал их. По парку ходили, находили бутылки. И еще, когда мы покупали, дома оставались бутылки, я их сдавал. Я знал, что это принесет пользу окружающей среде. Развитие сети эко-пунктов Подмосковья – пилотный проект, который инициировал губернатора региона Андрей Воробьев. В чем преимущество этих эко-пунктов? Чистая пэт-бутылка и алюминиевый банк, она идет непосредственно на переработку. Нам помогает Артеинвест в этом. И одни из первых эко-пунктов губернатор открыл, если вы помните, летом этого года, как раз в Химкинской школе. После чего он придал такой хороший импульс развития. Экологическая программа будет продолжена и в следующем году. За четыре месяца было собрано пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Это 300 тысяч. Такую программу с таким результатом можно продолжать и делать это массово. Поэтому во всех общественных местах, где будет людям удобно, в дальнейшем, это в дворах домов, появятся такие фундаменты. На сегодняшний день на территории Московской области установлено около 500 фундаментов. В будущем году их появится свыше тысячи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова